Все факты и персонажи данной истории вымышлены. Любое совпадение с реальностью не более, чем случайность. Наталья Орейро и Факунда Арана в телесериале «Ты моя жизнь». Автор идеи Ариан Суар. Автор сериала Эрнесто Коровски. В ролях... Операторы Павла Старина и Хорхе Фернандес. Продюсеры Мариана Петражли и Хульетта Мартинелли. Режиссеры Хорхе Бечара и Родольфо Антунец. Позвольте, позвольте. Извините. Извините. Нашли где встать. Разрешите. Разрешите. Вы очень любезны, сеньор. Итак, второй поединок дня. В синем углу победительница в 13 боях. Из них 9 нокаутов. Встречайте. Гроза городских джунглей. Тигрица Грисельда. В красном углу ее соперница. 9 побед, 2 поражения. Милашка Эсперанца Муниос. Муниос. Он прибыл. Диспетчер, запрашиваю разрешение на въезд. Въезд разрешен. Следуйте к ангару номер 4. Вас понял. Диспетчер, запрашиваю разрешение на въезд. Правая рука болит. Не ной. Кики, честное слово. Рука горит, как ошпаренная. Вдрейфила. Кто, я? Я сам только посмотрю на ее рожу. Просто мороз по коже. Меня пугает то, что я не могу работать правой. Да она просто мешок с дерьмом. Погоняй ее по рингу, измотай. Если она достанет меня левой, мне крышка. Ты должна срубить эти бабки, ясно? И все дела. Кто у нас самая храбрая? Я. Ну вот. Ну рука-то болит. Плевать. Размашь ее. Работай, работай руками. Врежь ей, врежь ей, милашка. Ты сможешь. Пуг правой, правой. Они знают, что я здесь? Надеюсь, нет. Жаль, если сорвется такой спектакль. Привет, Мартин. Как мама? Отлично, передают тебе привет. Галстук? Нет, спасибо. Не возражаешь? Разумеется, нет, но... У него уже поджилки трясутся. Собрание через 20 минут. Хочешь, поезжай в джипе. Я хочу, чтобы ты не гнал. Ты меня убьешь. Ты меня убьешь. Ничего, ничего, давай. Осторожней. Осторожней, милашка. Переги голову, работай руками. Ой, боже мой. Вставай, детка. Давай, давай, давай. Вот так. Все в порядке. Отлично. Проверь повестку дня. А сэндвичи, дорогая моя, подашь в самый последний момент. Твоя бабушка научила тебя накрывать их салфеткой, чтобы ветчина не заветрилась. И легкие напитки. Легкие. Ясно. Не ясно, а будет сделано. Через неделю их переведут в Уругвайский банк. Прекрасно. Кофе мне в кабинет и виски, виски. Привет. Добрый день. Здравствуй, Меча. В зале все готово? Да, ириарты, разумеется. Позволь. Что слышно о моем кузене? Судя по всему, домой он не спешит. Вот это удача. То есть, везет же некоторым клубы, девушки. Извините. А ты тут карпи над бумагами. Кесады и партнеры, добрый день. Нападай, нападай. Милашка, берегись. Бей. Заходи снизу. Милашка, вставай. В угол. Один. Два. Три. Четыре. Ты в норме? Ладно. Бокс. Ириарты всего на всего пешка. За ним кто-то стоит. Ириарты хотел сам сорвать куш, потому что он болван. Нет. Осторожней. Осторожней. Помнится, мой старик всегда говорил, стоит разинуть рот, как тебя самого сожрут. Нет, милашка. Один, два, три, четыре. Поднимайся. Пять. Как ты? Можешь драться? Бокс. Отлично, отлично. Вот так. Да что же это? В угол. Один. Два. Милашка. Три. Четыре. Пять. Шесть. Господи. Семь. Вставай же. Восемь. Девять. Десять. Аут. Я же говорил, работай руками, руками. Придурок. Отгони на стоянку. Сама подставилась. Чему я тебя учил? Не ори. По-твоему я нарочно грохнулась. Ты струсила. Кто струсил? Ты кто же еще? Что вы так расшумелись? Ваш сынок дождется, что я ему так врежу. Как это врежешь? Милашка, уймись. Смотри, что ты наделала. Ему же больно. Кики родной. Кики мальчик мой. Что с тобой? Ну-ка дай я посмотрю. Добрый день. Добрый день. Добро пожаловать, Мартин. Я привез тебе подарочек. Ну, это лишнее. Все по плану? Да, они уже собрались. Можно взять их тепленькими. Пошли. Меня лично все устраивает. Если вы не против, подписываем. Добрый день. Мартин, какой сюрприз. Да. Я был в пути всю ночь, чтобы успеть на эту встречу. Что за сделка? Покупка земли в Ретиро Норте. Нет, ты ошибаешься. Мы ничего не покупаем. Господа, сожалею, но сделка отменяется. Я вас больше не задерживаю. Мерседес, будь добра. Следуйте за мной. Минуточку. А что мне сказать, крестьяне? Скажите ему, что я не буду платить за эту землю больше, чем она стоит. Всего хорошего. Прошу вас. Ты бы могла уложить ее одной левой. Да? А тебя и подавно. У тебя кишка тонка. Правда? Да. Пусть так. Но я сто раз тебе говорила, что мне еще дней двадцать не стоит соваться на ринг. Потому что с рукой совсем плохо. А что у тебя с рукой? Да ничего, ерунда. Распустила нюни. Так и еще нюни. Она же ясно тебе говорит, что ей больно. Вот что я тебе скажу. Если ты не пробьешься в боксе, то тебе в жизни ничего не светит. А знаешь, ты прав. С тобой мне точно ничего не светит. Ну что, а теперь ты доволен? Добился своего? Можешь радоваться. Все, зудишь, зудишь, зудишь. Смотри, до чего ты ее довел. Господи, да что же это такое? А ты не вешай нос. Не плачь. Ну не плачь. Ну проиграл разок. Только и всего. Нет, не только и всего, Невис. Больше такого не будет. Клянусь. Больше я с вашим сынком не связываюсь. Кончено. Ну хватит. Идем домой. Ты как хочешь, а я иду к врачу. Пусть даст мне обезболивающе. Я тебя провожу. Вот только сниму с тебя эту штуку. Извини, Мартин, но я не понимаю. Что именно? Ты сам уполномочил меня присмотреть подходящий участок земли и приобрести его. За разумную цену. Но сейчас дешевле ничего не найдешь. Ты слишком долго пробыл за границей. Не лги мне. Прошу вас. Смотри. Неделю назад столько было заплачено за соседний участок. Я не знал об этой сделке. Нет, ты все знал. И вошел в сговор с Киприаней. Ты решил меня надуть? Нет, ты ошибаешься. Какова твоя доля? Десять. Двадцать процентов? Пятнадцать. Мартин, с ними я договорюсь. Ты уволен. Раз ты сам признался, огласки не будет. Не трудись писать заявление, я его уже составил. Привет. Привет. Тито, пока. Самое время выпить, Мате. Да, сейчас я все сделаю. Ты скоро? Что ты копаешься? Даже замок не можешь открыть. Да, да, да. Ну, что ты там возишься? Ладно, не ори. Не ори. Ты не на улице. А я и не заметил, что мы в Букингемском дворце. Будешь упрекать мать за то, что живешь в бедном квартале? Заткнись. Вы что, решили начать второй раунд? Хватит, прекратите. Лучше пойду заваривать Мате. Подальше от греха. Все хорохоришься? А ты все нарываешься? Это ты меня взбесила. Не боксировать целых три месяца. И все из-за руки. А ты слышал, что сказал доктор? Да что он понимает? Уж побольше, чем ты. Если не дать руке покой, я ей даже помахать не смогу. На что мы будем жить? Ведь не будет бокса, не будет денег, и тогда мы все подохнем с голодом. Я найду себе работу. А что, ты умеешь? Я все умею. Да? Да. Так, записывай. Ну, скажем, мыть туалеты. Ты будешь мыть туалеты? Да не смеши. А что еще? Выносить горшки за стариками. Очень трогательно. А еще? Продавать тупер. Какой еще тупер? Ну, ты, темнота. По-английски не понимаешь. Ах, тупер. Но, в конце концов, ты окажешься на панели рядом с турчанкой. А это мысль. Они неплохие бабки зашибают. Но ты лучше не раскатывай губы, потому что тебе ничего не обломится. Если ты намекаешь, что я захребетник, эксплуататор, просто-напросто альфонс, то я... Пойду выпью пивка с дружками. Ревуэр. Я не хуже тебя говорю по-английски. Иди, отращивай себе пузо. Век бы тебя не видеть. Как говорил мой старик, ворам место на улице. Я прав? Абсолютно. Ты был великолепен. Да, я тебя обниму. Сколько же мы не виделись. Чертовски рад. Ты читал договор? Да, вчера я получил копию от Эриарта. Он сказал, что ты дал ему добро из Бостона. А тебя не удивила сумма? Я подумал, что это грабеж среди бела дня. Что же ты мне не позвонил? Я решил, что у вас все обговорено. Не в первый раз меня обходят в этой фирме. Но не в данном случае Эриарта твой подчиненный. Он сказал, что все согласовал с Мартином. Да? Он уверял меня, что говорил с тобой лично. Не надо, Альфредо. Сейчас мы все проясним. Да-да, позвони. Пусть он сам подтвердит, если мне не доверяют. Мигель, хватит. Привет, дорогая. Теперь я должна узнавать о твоей секретарше, что ты вернулся в Буэнос-Айрес. Нет-нет, милая, извини. Были кое-какие дела, но я уже собирался тебе звонить. Как ты? Все хорошо? Немного устал, но очень хочу тебя видеть. Я тоже очень хочу тебя видеть. Милашка, я уже зашел в бар и хотел заказать пиво, как вдруг подумал, а что, что ты имела в виду, когда сказала, что я отрастил себе пузо? Тебе наглядно объяснить? Может, еще пальцем ткнуть? Не надо так. А как надо? Я не вижу от тебя никакой ласки. Ты же моя невеста и... И что? Уже месяц ничего. Если не поумнеешь, целый год ничего не будет. Как ты жестока. Кике, на мне живого места нет. Мне сейчас не до романтики. А сегодня особый день. Да, мне набили морду. И еще девять лет, как мы помолвлены. Уже девять лет прошло. Давай это отметим. Выпьем пивка. У меня вся рука ноет. Иди один. А если живот еще вырастет, не беда. Будет мне вместо подушки. Поздравляю тебя. И я тебя тоже. Девять лет. Что тебе нужно? Узнать, что теперь со мной будет? Я был уверен, что мой кузен за границей. Но он вернулся. И у меня нет желания расхлебывать эту кашу в одиночку. Бизнес родней русской рулетки. Это всегда риск. Какая еще русская рулетка? Я все делал по твоей указке. И если на то пошло, я вполне могу сказать это твоему кузену. Нет, нет. Только не надо мне угрожать. Я этого не люблю. Ну так что? Предоставь все мне. В моих руках достаточно власти. Через недельку, когда все утихнет, я тебе позвоню. А пока... Исчезни. Синьорита, не желаете газировки или чаю? Нет, лучше вылежи тут все. А то пахнет, как в самолете. Альфредо. Все только об этом и говорят. Пусть меньше говорят и больше работают. А я лично ничего не имею против кнута. На работе. Что-нибудь еще? Да, если позвонят Эриарте, что отвечать? Что он здесь больше не работает, так как ему дали пинка под зад. Коротко и ясно. И еще. Она то и дело плачет. Я об этой девушке, Ампаро. Так нельзя. Эриарте все подбивал под нее клинья. Понимаешь? И, похоже, бедняжка не устояла. Понимаешь? Хватит. Избавь меня от подробностей. Я просто информирую. Выгони ее. Ясно. Мне не нужны предатели. Найди ей замену. Хорошо. Приложите еще льда. Нет. И так хорошо. Правда? Ну-ка. Да она вся распухла. Очень болит. Немножко. Немножко. Если так, то через недельку все пройдет. И ты снова начнешь тренировки. Я знаю, что я говорю. Невис, если вас подослал Кеки, то вы зря теряете время. Как тебе не стыдно, детка? Ты же знаешь, что я просто хотела тебя подозрить. Знаю. Простите. Простите. А еще ты знаешь, что я всегда на твоей стороне. И любому в доме за тебя глотку перегрызу. Что тут говорить? Ты для меня как свет в окошке. Ты моя деточка. Милашка, ты мне как родная дочь. Я хочу другой жизни, Невис. Для вас и для Кеки. И даже для той мерзавки, которая меня бросила. Конечно, деточка, конечно. И ты пробьешься, клянусь тебе. У тебя все будет. И знаешь почему? Потому что ты такая добрая, такая красивая, такая работящая. Потому что ты просто... Куда ты, милашка, куда? Это черт знает что. Но это же надо додуматься. Нет, это какая дура поставила здесь свое ведро. Прямо посередине двора. Интересно. Что такое? Кого это ты обзываешь дуру из-за мухрышка? Чье это ведро? Ну, мое. Тогда тебя. Да кто ты такая, чтобы на меня орать? Много на себя берешь. Смотри, как бы без глаз не остаться. Ну все, девочки, хватит. А ты поработай, как я. Ты повкалывай. И верни мне деньги, которые брала в долг. Какая же ты мелочная. Попрекаешь меня деньгами, да еще и при милашке. А я ведь еще ни разу тебя не подвела. Не сомневаюсь, я все тебе верну. Но знаешь, когда это будет? Когда? Не сегодня. Когда научишься быть человеком, а не свиньей. А ты человек? Тоже мне артистка. Что ты задаешься? Да я-то работаю. Кстати, о работе. Прости, милашка, я даже не спросила тебя про бой. Как все прошло? Расскажи. Уже некуда, я продула. Кимберли, ужин. Из-за руки? Да. Милашка. Вот поэтому я... Кимберли! Иду! Жрать хочу. У него что, сирена в животе? Только пришла, и ему уже ужин подавай. Не одно, так другое. Иду я! Кимберли! А ну тихо! Я только хотела спросить насчет работы. Какое работа? В твоей конторе есть что-нибудь для меня? Спрашиваешь. Сколько можно говорить? Ну, живей, живее. Да брось ты, бабуля. Нельзя заходить в ту комнату. Там же никого нет. Слышишь? Вот теперь, да. Привет, Росса. Росса, как дела? Здравствуйте. Как поживаешь? Хорошо, очень рада, Мартин. Я тоже. Нас тут накормят? Да, да, сеньорита мне звонила. Отлично. Только придется немного подождать. Нет проблем. Привет, Тони. Привет, Мартин. Как ты? Добрый вечер. Сейчас все подам. Хорошо. А пока мы... Нет, сначала я расскажу, что случилось, когда я выходила из банка. Это подождет. Нет, нет, послушай. Выхожу, и вдруг камера. И ко мне подбегает девица и спрашивает. Констанца, правда, что вы с Мартином поссорились? А это какое дело? Подожди, а я ей отвечаю. Ничего подобного, Мартин в Штатах на стажировке, но у нас все отлично. Пойдем на кухню. Постой, второй вопрос. Когда вы поженитесь? Ответ. Как только Мартин вернется. Так я сказала? Нет, дурачок. Я просто хотела над тобой подшутить. Знаешь, чем мы займемся? Чем? Скажу, в спальне. До ужина? До и после ужина. Привет, кузен. Мы тут с Дебби сидели, выпивали, и вдруг подумали, что ты бы вполне мог подъехать к нам, а мы бы пока заказали тебе что-нибудь из мексиканской кухни, ты это любишь. Ну ладно, звони. Мы тебя любим, кузен. Да. Не стал говорить. Приведу три аргумента, Мигель. Он сейчас с Констанцей, он только приехал, ты стал параноиком. Это все из-за утреннего скандала. Опять ты за свое? Тогда еще три аргумента. Ты хотел сорвать куш, дело сорвалось, и черт с ним. Альфредо. Он нарочно его вызвал. Точно так же дядя поступал с отцом. Да, он вечно держал его на коротком поводке. Папа был игроком, Мигель. Он профукал наше наследство в казино. Миф, поклёк, клевета, ложь, зависть. Ему не дали развернуться. Закажем еду, я выпила натощак три дайкири и уже становлюсь агрессивной. Официант! Боже. Закажем еду. Закажем еду. Как дела, Тану? Привет. Что-то ты поздно. Я заварю мате. Так ты знал, что Гориша ничего не делал? И кто тебя оттуда вытащил? Кто? Не знаю, не знаю, Тану. Это был просто сон. Я понял, в чём дело. От того, что ты перестал ездить с ветерком, у тебя застой в мозгах. И всё-таки скажи, почему ты решил отказаться от гонок? Откуда мне знать? Когда не стало Андрея, всё как-то утратило смысл. Эти заезды, тренировки. Ей это нравилось? Нет, не нравилось. Совсем не нравилось. Она так говорила, чтобы всегда быть со мной. Но сама умирала от страха. Много сил забирает работу, всякие совещания. Тогда ты тем более можешь позволить себе разбить классную тачку. Вот это да! Полюбуйся. Не машина, а зверь. Хочешь прокатиться? Личная. Невис. В чём дело? Который час? Половина седьмого. Ты что, с кровати упала или спятила? Говорите тише, Невис. А то Кики услышит. Не беспокойся, он вчера такой пришёл, что его и пушкой не разбудишь. Здорово набрался. Не трави себе душу. Ты же его знаешь. А что ты хотела? Ну? Знаете, Кимберли сказала, что может меня пристроить туда, где она работает. Правда? Дай бог ей здоровья. А что это... Что это за работа? В одной фирме. Больше она ничего не сказала, потому что спешила. Но предупредила, чтобы я надела что-нибудь поэлегантнее. Это как его предапорте, да? Кажется, это так называется. Но ведь ни у меня, ни у тебя ничего такого нет. Я подумала, вдруг вы что-то подскажете. Дай-ка подумать. Да, к сожалению, у нас только один выход. Идти на поклон к этой вертихвостке Турчанке. Турчанка! Хватит дрыхнуть. Турчанка! Вставай! Кому не имется в такое время? Кто-то умер, дом горит. В чем дело? Хватит! А то еще накаркаешь. Дело в том, что милашке нужна твоя помощь. Ты уж не откажи ей. Она идет устраиваться на работу. А надеть ей совсем нечего. Понимаешь? Тише, тише. У тебя полно шикарных шмоток. Да не трещи ты, я с утра и так туго соображаю. О чем речь? Ну, о том черном платьице с писемочками. Ты надеваешь его, когда идешь на пробы. Помнишь? От Версачи? Точно. Ну, не будь жадегой. Не жмись. Заметана. Только ради тебя, милашка. Ну, смотри, чтобы оно потом не провоняло. На дезодорантах я не экономлю. Ты что? Хорошо, только не изглазной. Спасибо, Турчанка. Вот выручила. Спасибо. Она что, намекает, что ты грязнули? Ни слова, Кики. Еще чего? Будь спокойна, я же не дура. Ну, пойду досыпать. Ты мне весь сон перебила. Иди. Ты будешь великолепно, сразишь там всех на повал. Лишь бы не слишком обтягивала. Лишь бы не сон. Ты же готовишь её к ралли. А что скажет Хуан? Ничего он не скажет. Если Альфредо узнает, он меня убьёт. Тебя? Он меня убьёт. Всё, Мартин, сделай пару кружочков, а потом давай. Да знаю. Мотор только что перебрали. Не будь занудой. Уже жалею, что предложил. Брось. Мартин. Если что, убью. Давай, давай. И чёрт меня дёрнул. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова 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 Девушки отдыхают Всего один вопрос. Пока Мартин отсутствовал, не было ли не вполне обычных звонков или сообщений? Я вас не совсем понимаю. Ему не звонили какие-нибудь девицы? Нет, 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 я не припомню. Извините, но такую информацию я могу сообщать только Мартину и никому другому. Может, все-таки подать завтрак? Нет, Роса, спасибо. Я могу идти. Идите. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Почему сюда набежало столько красоток? Мы подбираем новую секретаршу. Бери всех. По поводу Ириарте. Все они тебя ведут к Мигелю. Не ищи призраков там, где их нет. Мигель мой двоюродный брат. И он никогда не подставит ни меня, ни фирму. Позволю сомниться? Нет. Не позволю. Другой семьи у меня нет. Отлично. Если тебе так нужна семья, то... Что? Лучше уж заведи свое собственное. Не вздумай меня сватать. Я не сватаю, но ты меня беспокоишь. Была одна попытка. Я хотел создать семью, и ты это знаешь. Прошло уже семь лет, как Андреа... Я справляюсь с работой? Еще как. Здравствуйте. Как настроение? Добрый день. Ты, наверное, рада. Столько красоток тебе на растерзание. Они уже истерзаны. Пластической хирургией. Самый молодой не меньше 35. Здесь сгрудились тонны ботокса. Чем дело? Звонила Тереса Хилли с приюта. И что сказала? Кошмар. У них в столовой обвалился потолок. Вот черт. Вы только посмотрите на это. Посмотрите. И на это тоже. Слава богу, хотя бы балка не рухнула. Вы что, хотите своим мечом еще и стекла выбить? Так. Вот, вот. Не мешай, Кукин. Нет, розовую. Ну, хорошо. Чего тебе? Иди сюда. Зачем? Иди сюда. Держи, сделаешь макияж сама. Что такое? Смотри, кто приехал. Это кобыла из суда. Подслушай ее разговор с Тересой. Присмотри за Куки. Да. Извините за беспорядок, но у нас рухнул потолок. Просто ужас. Сначала я хотела просто позвонить, но все же решила заехать лично. У меня новости о детишках Фернандес. Ну-ка, ну-ка, рассказывайте. Вы знаете, вы знаете, кажется, есть одна семья. Но послушайте, этих детей нельзя разлучать. Об этом говорилось на последнем слушании. Тереса, мы все с вами согласны, но это не нам решать. Здравствуйте, я по поводу трудоустройства. Работы. Здравствуйте, меня к вам прислала Кимберли. Кимберли. Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Она от меня видела только ласку Ты меня достал, Кике И ты тоже, против меня Тоже будешь мне мозги полоскать Те, кто пришли по объявлению, пусть дополнят этот формуляр Раздайте Чётко, печатными буквами У нас не шумят и не курят Итак, кто первый? Я! Пойдёмте со мной Остальные проходят в порядке очереди После моего приглашения, прошу Добрый день Я на счёт места секретарши Милашка! Привет! Хорошо, что ты пришла Да, тут и так народу навалом Но ты не волнуйся Этой Мерседес никак не угодишь И мне с ней тоже придётся разговаривать, да? Да уж, придётся Если что не по ней, она так отбреет Пусть только попробует Я её одной левую ложу Как я выгляжу? Замечательно, просто класс Да Тебе лучше там не мелькать Я сама принесу тебе бумагу, где напишешь имя и фамилию Чтоб тебя внесли в список Спасибо, Кимбрили Мартин, ты испачкался Не беспокойся, это ещё не самое страшное Тут придётся делать новый потолок Да, и молить Бога, чтобы до конца ремонта не было дождя Да, ты права Но не волнуйся, я сегодня же пришлю рабочих и материалы Нет, нет, у нас есть спонсоры И что ты из них вытрясешь? Нет, Тереса, мы сами это уладим Сильвио, посмотри, какой у меня благодетель Красавец Добрая душа Сущий ангел Тереса, надо поговорить А где? Здравствуйте, можно войти? Здравствуйте, можно войти? Надо поговорить Сейчас не могу, у меня люди А мне плевать Ты же обещала, что нас не разлучат Тоже мне роскошь Деревяшки Большое спасибо Если что, мы вам позвоним Кто следующий? Я Теперь я, здравствуйте Я по поводу места секретарши Тебе придётся подождать Идёмте Но я же раньше пришла Всё равно придётся подождать Прошу вас Крашне Терпеть не могу, когда подслушивают Помимо того, что это некрасиво Всегда что-нибудь не так поймёшь А я всё поняла Судья хочет забрать Коки Нет, это не так, Лаура Но эта кобыла из суда так и сказала А я ответила этой кобыле, что сегодня же встречусь с судьёй Плевать он на нас хотел Не заводить, Хосе Никто вас не разлучит, обещаю А теперь идите Хосе Положись на меня Я всегда выполняю то, что обещаю Вы свидетель В случае чего До свидания Пока 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 Что это за дети? Извини, я сейчас провожу собеседование Ладно, целую Спасибо, что пришли Если что, мы вам позвоним Кто следующий? Отлично, больше никого Я жду Объясни, что ты, собственно, хочешь Я не понимаю Я пришла за тем, зачем и другие Насчёт работы Но нам нужна секретарша для работы в офисе В офисе? И что? А то, что ты не подходишь нам по профилю, дорогая Тут требуется совсем другой тип Мне жаль, что ты напрасно потратила время Займись чем-нибудь другим Пожалуйста Вы со мной даже не поговорили Да, Мартин? Где Альфредо? У дантиста Разреши Станиславу и скажи ему, чтобы срочно собрал своих ребят и ехал к Тересе И попроси Россу прислать мне чистую одежду Я так тебе благодарна Пока не за что Сколько в тебе доброты Но тебе воздастся Уже воздалось Есть людей побогаче тебя, но от них нет проку Ну и бог с ними Знаешь Вся любовь, что ты даришь К тебе ещё вернётся Ну что, как дела? Плохо Она меня отшила Я же говорила, она просто ведьма Ну ничего, отдыхать попробовала Я всё понимаю, но я не зря тут торчала Милашка Нет, нет, не надо Извините Я кое-что не поняла Что же? Что вы там плели насчёт профиля? Что это значит? Да Хочешь, чтобы я тебе объяснила? Будьте добры Профиль — это направление нашей работы И оно требует, чтобы наша сотрудница отличалась чем-то от торговки на рынке Ты хорошенькая, но от тебя веет дурным тоном Больше мне нечего сказать Ты сказала, что я дурная? Нет, нет, я не сказала, что ты дурная Я сказала, от тебя веет дурным тоном Ну знаешь Это платье мне одолжила подруга Она работает статисткой на телевидении Понятно Ты решила, что это кастинг Не смеши меня и не мешай мне работать Это ты будешь всех смешить своим расплющенным носом Прости прощения Или так получишь Я тебе все твои волосёнки выдеру А ну, отцепитесь Отстаньте от меня Стерва Хамка Ты ещё меня вспомнишь Она сумасшедшая, что я ей сделала Пустите меня Не могу говорить Альфредо Она набросилась на меня, схватила за горло Я сейчас упаду, держи меня Держи меня, кому я говорю? Пустите, пустите меня Давай Отстань от меня, понял? Пошла вон Придурок Проваливай Козёл Сама коза Тереса Да Держи Письмо От Козе Они сбежали Эти дети сведут меня с ума Козе, а куда мы идём? Туда, где мы всегда будем вместе А разве есть такое место? Козы Тереса Козы - СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты в порядке? Нет. Я в полном дерьме. Я могу тебе помочь? Я сама виновата. Не надо было к ним соваться. К кому? К этому Хесаде. С его партнерами. Кто с тобой говорил? Какая-то Фива. Злая, как собака. Высморкайся. Может, укроемся от дождя? Нет, я не боюсь промокнуть. И что из того, что в этом платье я выгляжу как шлюха? Но я же не шлюха. Я правда похожа на шлюху? Нет, нет, нет. Просто ты оделась не совсем так, как принято в таких фирмах, как это. Я же не знала, как сюда надо одеваться. И послушалась турчанку. Кто такая турчанка? Соседка, статистка на телевидении. Она всех актеров знает. И что же тебе там сказали? Что я дура. А я и есть дура. Но зато честная. И работящая. И если надо, я в лепешку расшибусь. А сделаю. За всю жизнь я даже булавки не украла. Разве это ничего не стоит? Предложат быть полы. Ради бога. Я не погнушаюсь. Не смотри так. Я вообще плакса. Вечно глаза на мокром месте. А ты тоже здесь работаешь? Да. На этого Кесаду? Да, на этого Кесаду. И зря я ругала бы тебе эту тетку. Пожалуй. Но не волнуйся, я ей ничего не скажу. Как тебя зовут? Эсперанца. Что ты смеешься? Дождь кончился. Верно. На русский язык фильм озвучен кинокомпанией Селена Интернешнл по заказу телеканала Домашний. Селена Интернешнл по заказа. Произжен кинокомпанией Селена Интернешнл по заказу телеканала Домашний.